О, моя голова! Доброе утро. Доброе утро. Возьми и прими болеутоляющую. Только так ты придёшь в себя. Извини. То, что случилось, мне стыдно. И я заняла твою кровать. Да? Эсра, я бы даже в могилу с тобой не лёг. Не волнуйся. Отлично. Хоть в чём-то мы согласны. А когда я уснула, ничего не помню. Зато я очень хорошо помню. Мне пришлось нести тебя сюда из машины. Благодаря тебе у меня появилось ещё одно травматичное воспоминание. Ну и не приносил бы тогда. Чего принёс? Я тебя просила? Я ведь не просила. Вряд ли я много говорила. Посмотрите на неё. Вместо благодарности она требует объяснений. Прости, Эсра, прости, что я не бросил тебя на обочине. Азан, ты что, забыл мой адрес? Ты знаешь, наш дом мог оставить меня там. Зачем привёз к себе домой? А что мне было делать, а? Пока ты лежала у меня в машине, что мне было делать? Простите, тётя Минэкши. Я привёз вашу дочь домой. Да, она выпила и отключилась. Приглядите за ней. Знаешь, что твоя мать бы со мной сделала? Поняла, поняла. Ты прав. Мама бы разозлилась, да. Мама. Мама разозлится. Она поймёт, что я ночевала не дома. Эсра, ты пришла поздно. Конечно, тяжело проснуться. Вставай, а то опоздаешь на работу, детка. Эсра! Где эта девчонка? Она не ночевала дома. Теперь у меня коленки трясутся. Вызываемый абонент временно недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Как? Зейно, Зейно. Зейно. Минэкши, цветок мой. Я тебе снилась, красавица? Да помолчи ты минуту. Эсра, к тебе ночью приходила, Зейно? Я должна ответить, да или нет? Ответь правду, я волнуюсь. Она не пришла домой, и когда я не увидела её утром, уже столько всего успела подумать. Где она? У неё телефон выключен. Телефон выключен? Это батарейка села. Да, села. Она пришла к нам вчера после вечеринки, и мы болтали, болтали, сплетничали, а потом уснули. Ладно, хорошо. Она должна была мне написать и предупредить. Ладно, дай ей трубку, я с ней поговорю. Не могу. Что значит «не могу»? Какая ты странная. Дай мне услышать голос моего ребёнка на две минуты. Эсра, Эсра в душе. Не могу, она уже так долго моется. Я вот как сделаю Майами Накше. Я передам, когда она выйдет, и она перезвонит. Ладно, передай. Не забудь. Да, конечно. Эсра. Ну и где ты? Нет, она не могла остаться на улице. Вызываемый абонент временно недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Ну, конечно, этот абонент недоступен. Так, ладно. Зино, спокойно. Кто последним её видел? Азан. Давай, включайся, включайся. Мама там с ума сойдёт. Дурацкий телефон. Привет. Да, она здесь. Секунду. Возьми. Что? Зино звонит. Зино? Алло, Зино. Ты что, была вчера с Азаном? Ночевала с Азаном? Я тебе потом всё объясню. Ладно, слушай. Твоя мама звонила, она очень переживает. Я сказала, что ты осталась у меня, и у тебя сел телефон. Ты была в душе, и позвонишь ей, как выйдешь. Позвони ей. Ладно, ладно, сейчас позвоню, спасибо. В чём дело? Мама звонила Зино, и она сказала, что я ночевала у неё. Сейчас позвоню маме и притворюсь, что я была Зино. О, включился. Вы обе меня пугаете. Тихо, я звоню маме. Мы что, подростки? Почему я должен молчать? Молчи, молчи. Скажи, что ты была в клубе. Тише. Алло? Мама? Эсра, ты где? Почему ты не сказала, где ты? Даже не знаю, мама. У тебя всё хорошо? Да, мама. А у тебя? Аллах, дай мне сил. Эсра, почему ты не пришла домой? Алло? Мама? Я тебя не слышу. Мама, не слышу. Алло, Эсра. Мам, ты меня слышишь? Алло? Алло? Мам, я вешаю трубку. Поговорим вечером. Тут очень шумно. Чего смотришь? Я не могу лгать маме. Мне так плохо становится, что говорить не могу. Твоей маме повезло. Всю ложь ты на меня потратила. Когда это я тебе врала? С чего мне начать, Эсра, а? Например, ты сказала, что не специально надела на ужин, то красное платье. Ложь. Абсолютная ложь. Ты тоже врёшь, говоря, что не ревнуешь. Так ты признаёшь, что специально надела платье? А ты признаёшь, что ревнуешь меня? Нет, я ничего такого не говорил. А тебе не нужно говорить. Я понимаю, что ты ревнуешь. Ты так думаешь? Да. Брат, ты где? Мы опаздываем. Невестка. То есть, Эсра. Ханым. То есть, я запутался, простите. Муса, стой. Увидимся, брат. О, нет, нам конец. Мне конец. Тебе-то что? Мне конец. Мне конец. Что нам делать? Эсра, спокойно. Как? Как успокоиться? Иди догони Мусу. Скажи ему молчать. Он всем расскажет. Эсра, Муса и так всё знает. Как так? Я сказал. Ты всем про нас рассказываешь? Про меня? Нет. Муса мой лучший друг. Он обо мне всё знает. Так ты друзьям про меня говоришь? А ты говорил ему, как сильно ты меня ревнуешь? Как ты не можешь меня забыть? Эсра, хватит. Хватит. Хватит нести чушь. Даже если я не хочу, ты всё равно маячишь перед глазами. Я не хочу, чтобы ты была в моей жизни и в моём доме. Я купил тебе новую одежду. Надень и уходи, чтобы тебя никто не заметил. Спасибо. Не за что. Как мило с твоей стороны. Я не о тебе думаю, а о себе. Никто не должен знать, что ты здесь была. Как бы ты ни отрицал и ни прятал это, ты правда добрый человек. Это не спрячешь. Не прячь доброту. Никто не должен знать, Эсра. Ой, как красиво. Он всегда покупал мне вещи, которые мне идут. Здравствуй, Валиде Султан. Бейлер Бей. Здравствуй. А где моя сестра? Не видел, как она уходила на работу. Давай, Экобей. Мне не нравится такое твоё поведение. Вставай. Встань быстро. Что тебе непонятно, сын? Ты больше не член нашей семьи и больше здесь не живёшь. Я тебя выгнала. Давай, проваливай. Давай, быстренько. Мама. Мамочка. Моя трудолюбивая мама. Твои руки пахнут розами. Мама, ну прости нас. Пусти меня домой, мама. Я могу и Лив к нам привезти. Мамочка, если бы ты знала, через что она проходит, клянусь, у тебя бы сердце разбилось. Мама, мы в очень плохом положении. Мама, пожалуйста, пусти нас домой. Мне всё равно. Менекше, душа моя. Да. Любовь моя. Да. Я знаю, ты злишься. Да. Но дети в том доме несчастны, Менекше. Мама, посмотри, как я похудел. Это просто ужас. Он сильно похудел. Вот такой. Даже лицо худое. Да. Баланс организма нарушен. Да, правда, всё нарушено. Пожалуйста, прости его. Простить? Да. Дай число. Число? Десять. Это большое число. Мама, пожалуйста, пусти меня в дом. Эко, я сделаю тебе одолжение, чтобы ты смог от меня сбежать. Что? Я досчитаю до десяти, пока ты убегаешь. Беги, Эко, беги. Ну, мама. Один. О, Аллах. Менекше, Эртен здесь? Да, вот она. Тихо. Здравствуйте, офицер Бей, это я. На вас подали жалобу. Какую жалобу? Посетитель вашего кафе отравился. Что? Мы вынуждены закрыть ваше кафе до выяснения обстоятельств. Не может быть. Нет, нет, нет. Пожалуйста, покиньте кафе. Нет. Невозможно. Нет. Кто-то тут отравился. Прошу вас, ханым. Сначала заплатите. Бей и Фенди, сядьте, офицер Бей. Тут какая-то ошибка. Мы не из таких кафе. Никакой ошибки, Бей и Фенди. Мы возьмем образцы еды. Мы все расследуем. Ничто не сойдет вам с рук. Опечатывай, Реджай. Не надо, Реджай. Нет. Не надо, офицер Бей, прошу. Разве можно просто так опечатать кафе? Давайте поговорим. Поговорим. Мы делаем свою работу. Не мешайте, пожалуйста. Офицер Бей, ради Аллаха. Попробуйте. Попробуйте сами. Спасибо. Эта еда дает силы. Она возвращает мертвых к жизни. Это так вкусно. Вы что, подкупить нас хотите? Нет. Это от нашего кафе. Для вас просто предлагаю. Офицер Бей, ну какие взятки? Да. Послушайте, в нашем кафе даже изжоги ни у кого не бывает. Не то, что отравлений. Да, да. Она как доктор. Ко мне приходят с отрыжками и гастритом. Врач мое кафе прописывает как лекарство. Конечно. Здесь все натуральное. Ничего не поделаешь. Мы закрываем кафе, пока не получим результаты. Ну как можно так сразу закрыть кафе? Клянусь, офицер Бей, так не делается. Елчин. Любимая. Как прошел футбольный матч? Ну вот, ну вот. Какой матч, Менекша? Тут везде слизь. Папа, я знаю, это ее состояние. Мама, сколько пальцев? Пятница. Ей плохо. Офицер Бей, не надо, прошу вас. Менекша, Менекша! Сын, принеси воды. В обморок упала. Какой чудесный день. Радуйтесь. Не сидите просто так. Дай мне телефон. И ты? Сестра. Просто проведите день со мной. Чем займемся? Может, пойдем по магазинам? Купим одежды, платьев и украшений? Что скажете? Мама. Да? Когда ты так счастлива, это меня пугает. Слушай, я начинаю переживать. Не надо, детка. Вешайте флаги. Квартал Беш-Чешмелер официально потерян империей Менекше. Квартал теперь мой. Ради Аллаха, сестра, ты о чем? Кафе Менекше закрыли. Что? Почему? Аллах, как так вышло? Откуда мне знать? Один Аллах знает, что они натворили. Они ведь могли что угодно сделать. Мама. Да? Твоя радость появилась вчера после обеда. Это ведь не из-за тебя их кафе закрыли, правда? Зачем мне что-то такое делать? Аллах упаси. Как меня это касается? Этот мир справедлив. Что ты сеешь, то и пожнешь. Что ты отдашь, то тебе и вернется. Таков закон. Смотри. Муса, видишь? Ошибка в программных кодах. Они слишком длинные. То, что нужно вместить в одну строку, занимает 10. Поэтому система ломается и замедляется. Давай, говори, а то ты скоро лопнешь. Брат, мне называть СРУ бывшей невесткой или будущей? Не говори ничего, что включает слово «невестка». Даже имени ее не упоминай. Разве вы не помирились? Она же у тебя дома была. А в чем дело, брат? Она не могла пойти домой, я просто пустил ее к себе. Пустил к себе, я понял. Я что, бессердечный оставлять ее на улице, Муса? Нет. СРА всегда говорит, что я бессердечный. Муса. Да, брат? Я слишком суров? Ну да, ты был суров с тех пор, как она пришла в компанию. Побудь хоть раз на моей стороне. Да что мне делать, брат? Что? Мы потому и друзья. Я реалист. Ты спросил, я ответил. Что не так? Все так, Муса. Все отлично. Продолжай в том же духе. Добрый день. Отдел маркетинга «Миллениум Софт». Меня зовут Гае. Чем могу помочь? Да. Что? Что? Хорошо. Я немедленно доложу о ситуации начальству. Просим прощения, нам очень жаль. Не волнуйтесь, мы со всем разберемся. Извините еще раз. В чем дело? Фира и Ханым, вы не поверите. Что там Гае? Это стажеры Чинаресера. В кафе «Домашняя кухня Минэкше», которое они включили в приложение, кого-то увезли в больницу с отравлением. Что? Что ты такое говоришь, Гае? Стойте, сейчас будет самое страшное. Угадайте, кто хозяйка кафе. Догадайтесь. Кто? Кто? Это кафе матери Эсры. И они включили его в приложение без разрешения. Секунду, проверим? Давайте проверим. Надо проверить. Открываю. Откройте ее резюме. Да, Фира и Ханым, сейчас. Вот, открывайте. Да, открываю. Ее маму зовут Минэкше. Поверить не могу, Эсра. Какой позор. Зачем она это сделала? А я говорила. Плохо ей будет. Я вам говорила, а вы меня не слушали. Чеглаханым. Чеглаханым. Я как раз к вам. Случилось кое-что серьезное. Что такое Фирая? Кто-то отравился в кафе, который интерны включили в приложение, и попал в больницу. Какое кафе? Домашняя кухня Минэкше. А еще это кафе семьи Эсры, и она утаила это от нас. Эсрабу так не поступило, Фирая. Тут должна быть какая-то ошибка. Это очень серьезное обвинение, и это неприемлемо для нашей компании. Ты точно уверена? Да, Чеглаханым. Мы проверили. Это кафе ее матери. Чинар, доброе утро. Доброе. Что это за приветствие? Где твое радостное доброе утро? Да так. Я волновался за тебя. Ты добралась домой? Да, добралась. Никаких проблем. Спасибо тебе. Отлично. Я рад. Чинар, стой. Пожалуйста, не злись. Я тебя обидела, когда вела себя так вчера. Извини, ты ни в чем не виноват. Я просто разозлилась. Нет, никаких обид. Просто мы веселились, и все было хорошо. А потом ты резко расстроилась. Тебя что-то беспокоило, но я не знаю что. Нет, ничего такого. Просто всякое. Но это важно для меня, и сра. То есть, я не понимаю, что случилось после того, что сказал Озанбей. Я не понимаю, что у вас с ним случилось. Я этого не понимаю. Мама, ты понимаешь, что они лишились источника дохода? Детка, зачем ты так говоришь намеками? Я вижу, в чем проблема. Ладно, давай и для тебя придумаем. Откроем музыкальные мастер-классы. Не надо, мама, спасибо. И вообще, почему ты так уверена, что его не откроют снова? Почему? Как его могут открыть, дочь? Они долг будут платить годами, если этот мужчина их засудит. У них будут проблемы. Он этого так не оставит. Помяни мои слова. Мужчина? Ну да. Какой мужчина? Откуда ты знаешь? Может, там женщина отравилась. Так жарко. Принести тебе арбуз? Мама. Принести арбуза. Мама. У нас и дыня есть. Мама. Сейчас принесу. Мама. Не плачь, Меникше. Не надо. Ты себя изводишь. Не надо так. Как не плакать, Елчин? Они закрыли мое кафе, которое оставил мне отец, и ушли. Ни один кусок хлеба здесь никому не навредил за эти годы. Как, как кто-то отравился? Где это случилось? Я не понимаю. Я тоже не понимаю. Как это случилось? Не переживай о деньгах. Посмотри на меня, дорогая. С деньгами я разберусь. Я все решу, ладно? Наконец, продам тебе очки. Елчин, что ты опять говоришь? Очки, очки. Ты меня с ума сводишь. Что мы будем делать с долгами? Аллах, что же мне делать? Мама, как же мне жаль. Я злюсь. У тебя есть сильный сын. Я буду работать и позабочусь о нас. Не волнуйся. Вот так. Не грусти. Как мне тебе помочь? Скажи. Елчин, как здорово, когда есть ребенок. Видишь, наш мальчик заставил нас смеяться даже в такой ситуации. Может, он и предатель, но он смешной парень, да? Больше всего меня рассмешило. Я позабочусь о вас. Это он хорошо сказал. Да-да, это было очень смешно. Ваши постоянные шутки меня убивают. Серьезно, что вы за семья? Вы как будто семья моих врагов. Эко, Эко, подойди. Я вас осуждаю и много чего хочу сказать. Вам повезло, что меня позвала любимая. Буду думать, что вы просто слишком расстроены. Еще поговорим. Дурной. Куда мы? Сюда, сюда. Элиф нас увидит. Что ты делаешь? Что моя мама сказала вчера, помнишь? Твоя мама? Да. Мне стой на дороге. А что она сказала? Она сказала, у нас была сарма из кафе, мы ее ели. Именно. Сказала, эта женщина знает, что делает. Она сказала, это последняя сарма, помнишь? Да. Как будто она знала, что кафе закроют. Только что она сказала, что этот мужчина их засудит. Я спросила, какой мужчина? Откуда ты знаешь, что это не женщина подала жалобу? Она застыла, сменила тему, а потом ушла. Ясно. То есть твоя мама хочет сармы? Я могу сделать. Нет. Я говорю, что это она могла все подстроить. Как? Как это может быть она? Как она могла? Как не стыдно? Они же когда-нибудь могут стать родственниками. Эко, как мы снова пришли к этой теме? Эта тема всегда для меня главная. Думаешь, пока рано об этом говорить? Думаю, нам надо решить, что делать. Да-да, давай думать, что делать. Дай подумать. Если я прямо сейчас расскажу моей маме, она сразу же убьет твою маму. Так не пойдет. Так, что нам тогда делать? Что нам делать? Придумал. Ладно, пусть это решит единственный, кто может это решить. Кто? Домашняя кухня Минекше принадлежит тебе, Эсра? Я отвечу. Я спрашиваю Эсру, Чинар. Кафе принадлежит твоей семье? Да, Чегла Ханым. Это наше семейное кафе? Как ты могла, Эсра? Ты добавила в оборот ваше семейное кафе. И даже никого не уведомила. Хотя я доверяла тебе. Чегла Ханым. Это не вина, Эсры. Это я добавил туда кафе. Но это отличное место. Что плохого? То, что кто-то после этого кафе отравился и попал в больницу. Что? Вы понимаете, какой это урон престижу нашей компании? Что, если они нас засудят? Чегла Ханым, постойте. Вы правы. Я должна была сказать, но я не могу понять. Ничего подобного до сих пор никогда не случалось с посетителями нашего кафе. Что значит отравление? Никто даже с изжогой из кафе не уходил. Только один отравился? Да. Понял. Муса, поищи информацию. Узнай, кто это, чем он занимается. Чегла, свяжись с адвокатом компании. Нужно знать, с чем мы столкнемся. Поняла. Давайте сначала разберемся. С вами поговорим позже. Вы свободны. Я буду у себя. Как это могло случиться? Ничего не понимаю. Эсра, прости. Надо было тебя слушать. Это моя вина. Нет, Чинар, ты не виноват. Не переживай. Я позвоню маме. Может, они не знают. Кто звонит? Откуда я знаю? Эсра. Не говори ей. Она расстроится. Не говори. Ладно. Да, милая. Алло, мама, как у вас дела? Знаешь, дочка, просто сидим тут с твоим папой. Я кое-что скажу, но вы не паникуйте, ладно? Кто-то поел в нашем кафе и отравился. Эсра, так ты слышала? Милая, они закрыли кафе. Опечатали его и ушли. Что? Закрыли кафе? Да, они его закрыли. Эсра, кто их отравил? Как они отравились? Милая, поищи, разузнай. Мамочка, хорошо, успокойся. Не паникуй и не плачь. Я пойду поговорю с ним и все тебе скажу, хорошо? Хорошо, моя родная. Где этот человек? В какой больнице? Сейчас узнаем. Я говорил ей, Муса, я сказал, что так будет. И посмотри, что случилось. Но Эсрахан им упрямая. Когда она вообще меня слушала? Никогда. Вообще. Спокойно. Слушай, сначала надо решить проблему. Это сейчас важнее. Ты прав. Она меня с ума сведет, Муса, понимаешь? Ладно, ты сказал, чтобы пострадавшего нашли? Да, сказал брат. Через пару часов мы что-нибудь узнаем. Экрем? Ответь, брат. Да, Экрем. Мой дорогой брат, извини за беспокойство. Привет. Мне нужно сказать тебе кое-что очень важное. Экрем, мне сейчас не до пустой болтовни. Поговорим позже, хорошо? Нет, нет, это не болтовня. Это очень срочно и важно. Я хотел сказать сначала маме, но разузнал информацию. Срок заключения до трех лет. Какого заключения? Умышленное причинение вреда. О чем ты? Какое заключение? Какой вред? Какой злый умысел, Экрем? Если я скажу маме, она попытается разорвать тетю Зюмрют. Зачем твоей маме убивать мою маму? Брат, вот в чем дело. У нас есть догадка. Я думаю, это отравление. И это дело рук тетей Зюмрют. Что? Моей мамы? Мама. Ладно, Экрем, я понял. Спасибо. Брат, в чем дело? У меня появились дела, Муса. Будь на связи. Босс, а мне что делать? Мама, поверить не могу. Сынок, иногда я и сама себе не верю. Смотрю на себя и говорю. Аллах, Зюмрют, в тебе слишком много грации и красоты. Но что я могу поделать? Аллах меня такое создал. Не меняй тему. Я знаю, что это ты сделала. Как ты могла забрать у этих людей хлеб? Хлеб? Сынок, зачем мне отбирать хлеб? Говоря про хлеб, ты тоже голодный. Надо что-то приготовить. Я пойду сделаю вкусный... Мама, Ся. Сижу. Не злись. Хлеб есть не будем. Так и быть, сынок. Где твой телефон? Тетя, где ее телефон? Сейчас принесу. Какой телефон? Ты сиди. Вот он. Позвони ему и скажи отозвать жалобу. Какую, сынок? Элиф, позвони тете Минэкше. Стойте, хватит. Ладно, не говорите Минэкше. Дай сюда. Ладно, позвоню, позвоню. Давай. Алло. Феррат. Отзови, пожалуйста, ту жалобу. Сделай так. Что? Не отзовешь? Почему? Феррат. Феррат. Алло. Алло. Ну что ж, пойду подогрею еду. Пойду все погрею. А потом мы все... Стой. Что он сказал? Он сказал... Сказал, что не будет отзывать жалобу. А еще сказал, что засудит кафе. Что? О, нет. Мама. О, мама. Дай мне сюда. Он не отвечает на звонок. Ладно, я спокоен. Элиф, тетя, я поеду в больницу, поговорю с ним. Не выпускайте маму из дома. Ясно? Хорошо. Ты под домашним арестом. Сын, долго мне нельзя выходить на улицу? Пару часов или сколько? Может, минут пять? Сынок, ответь мне! Сестра, сиди дома. Чагла Ханым, мы можем поговорить? Да, Чинар, говори, я слушаю. Не здесь, в том кабинете. Хорошо. Я слушаю, Чинар. Но ты агрессивен. Следи за своими манерами. С моим поведением все нормально, Чагла. Почему ты обрушилась на Исру, хотя я сказал, что это не ее вина? Я сделала, что должна была, Чинар. Да, возможно, это не вина Исры. Но она вела себя безответственно, и это безответственно сильно навредит компании. И, кстати, даже ради Исры не веди себя так самонадеянно. Молись, чтобы Азан решил это, или компания пострадает, понимаешь? Добрый день. Не подскажете, где 202-я палата? Первая дверь справа. Войдите. Здравствуйте. Вы Ферадбей? Да. Можно зайти? Да. Добрый день. Я Исра Эртен. И? Я дочь владельцев кафе, на которой вы подали жалобу. Я пришла просить прощения от их и своего лица. Нам очень жаль. Простите. Извинения ничего не изменят. Я чуть не умер из-за вас. Да. Зачем мне ваши извинения? Вы правы, я знаю. Это несправедливо, Ферадбей. Но... Но... Но что? Но я думаю, это какая-то ошибка. Никто из кафе даже с изжогой не уходил. Наоборот, люди уходят радостные, говорят, что они счастливы. На самом деле, у нас даже ничего не остается на следующий день, потому что моя мама вечером говорит нам все доедать. Зачем вы сюда пришли? Зачем вы мне это говорите? Я пришла извиниться от себя и своей семьи. И еще я хотела попросить вас отозвать вашу жалобу. Отозвать жалобу? Я? Вы шутите. Я не отзову ее. Я жалуюсь и на вас, и на приложение. Почему? Вы за это ответите. Почему вы так хотите этого? Зачем вы так себя ведете? Пожалуйста, не надо. Почему не отзовете жалобу? Кажется, вам уже немного лучше. Послушайте, я доставила проблем людям, которые мне доверяли, моей семье. Эсра? Азан? Выйдешь ненадолго. Я поговорю с Беофенди. Эсра. Аллах, что происходит? Пожалуйста, пусть он отзовет жалобу. Прошу, отзови. Иначе нам конец. Азан так злится. Вдруг он с ним что-то сделает. Ничего не вижу. Я родственница пациента. Он сказал выйти, его сейчас вырвет. Я и вышла. Азан, пожалуйста, не навреди ему. Что если он его побьет? Ничего не слышно. Что они делают? О чем говорят? Эсра? В чем дело? Аллах, я испугалась. Что случилось? Что он сказал? Я волновалась. Ничего не случилось. Он мошенник. Не было отравления. Он наврал ради денег. Он отзовет жалобу. Что? Да. Правда? Это прекрасно, Азан. Я случайно. Это волнение. Запаниковала. Да. Случайно вышло. Бывает. Случайно. Ага, волнение. Давай. Идем. Давай. Подожди. Этот мужчина был очень зол. Что вдруг случилось, что он сказал тебе, а не мне? Поговорил на его уровне, вот он мне и сказал. Подожди. Подержи. Ты куда? Ты что делаешь? Смотрите сюда, Ферадбей. Секунду. Я забираю свои извинения и пожелания здоровья, что вы о себе возомнили. Все, Эсра, хватит. Подожди. А еще. Позор вам. Эсра, пошли. Козел. Ты как ребенок. Обязательно надо сказать свое, да? Ладно, стой. Стой. Дай мне сумку. Позвоню маме, она волнуется. Как тяжело видеть кафе закрытым. Я скоро разобью окна и проберусь внутрь. Менекше, не надо, пожалуйста. Прошу, не ломай ничего. Ты же порежешься, бедная. Просишь, Елчин, да? Алло. А ты как думаешь, сидим тут одни? Папа, я тут тоже вообще-то. Тише, помолчи. Я слушаю. Говори, милая. О, нет. Мама. Менекше. Мамуля. Да. Правда. Отлично. Все. Пока. Мама. Что такое? Что сказали? Что-то плохое? Менекше, родная. Что случилось? Папа, это что-то хорошее? Замолчи, не жглась. Менекше, мамуля. Не важно, что было, то прошло. Что сказали? Что сказали? Плохие новости? Папа, звони в скорую. Не надо. Эсра звонила. Тот мужчина отозвал жалобу. Танцуем, танцуем. Танцуй, танцуй уже. Все не важно. Танцуем. Как так вышло? Не важно, папа. Отличная новость. Ты что делаешь, Рейхан? Что делаю? Аллах, как только сын ушел, кафе открыли. Какой целеустремленный. Сестра, тебе нельзя на улицу. Заходи. Заходи сейчас же. Или скажу Азану. Ну и говори. Ну и пожалуйста. Вы все равно все против меня. Смотри-ка, они правда празднуют. Конечно. Они не потеряют заработок. Тебе повезло, что Азан не сказал Менекше, что это твоих рук дело. Если бы она узнала, погналась бы за тобой с тарелкой. И никто бы тебе не помог. Очень жарко. Пойду внутрь. О, сынок. Если бы ты был за меня, мы бы уже от всех от них избавились. Вот именно, беги. Спасибо тебе огромное. Я так счастлива. Я счастлива. Все счастливы. Спасибо тебе. Хорошо, Эсра. Без проблем. Ладно. И что, это все? Да, все. А что еще я должен сказать? Ну, ну, ты можешь сказать, сказать, Эсра, а я тебе говорила рассказать об этом в компании. Еще ты можешь сказать, ты уволена, Эсра. Уходи сейчас же. А, ты что, ребенок? Как ты себя ведешь? Что ты наделала? Из-за тебя у меня проблемы. Эсра, я это не говорю, потому что ты прекрасно знаешь, что сделала и жалеешь об этом. Так ведь? Ну и все. Нет, нет, это для тебя ненормально. Ты бы не упустил шанс на меня накричать. Тебе только повод дай. Нет, это странно. Что-то тут не так. Что-то происходит. Вот только что. Началось. Чего? Нет, ничего. Эсра, мы все решили. Все получилось. Давай на этом закроем тему. Ой, Аллах. Чего ты такой спокойный? Это странно. Что-то происходит. Скоро узнаем, что узнаем. Чинар. Ответь, ответь. Расскажи обо всем. Он, наверное, волнуется. Расскажи. И я отвечу, Азан. Я что, тебя забыла спросить? Чинар хороший человек. Да, я так и сказал. Отвечай. Расскажи, в чем дело. А еще, не забудь сказать, что это я все решил. На самом деле, ребенок здесь ты. Такой ребенок. Что мне делать? Медаль тебе на шею повесить? Прекрати, Эсра. Хватит. Тебе друг звонит. Бери уже трубку. Алло, Чинар. Алло, я уже чуть не сбросил. Как успехи? Ты поговорила с ним? Поговорила. Мне он ничего не сказал. Но, к счастью, пришел Азан Бей. Он все решил. Он убедил его. Ты знаешь, это была ложь. Он все соврал. Не было никакого отравления. Так что он отозвал жалобу. Отлично. Я так рад это слышать. Ну что, где ты? Ты приедешь? Мы почти приехали. Подъезжаем к офису. Я расскажу подробно, когда приеду. Давай, увидимся. Видишь, он спросил, все ли разрешилось. Бедняжка, он себя во всем винит. Говорит, это все из-за меня. Ясно. Что? Что? Что ясно? Да что, что? Я говорю, бедняжка, подружески. И вообще. Почему я должна оправдываться? Думаешь, ты мне кто? Ты мне кто? Вообще-то, я твой босс, Эсра. Твой босс. Следи за собой на работе. Остальное меня не касается. Ну да, ну да. Вижу, что не касается. Я же тебя не спрашиваю, есть ли у тебя кто-то. У тебя есть? Что у меня есть, Эсра? Что? Кто-то в твоей жизни. Да. Или нет. Это не твое дело. Зачем я вообще отвечаю? Так, мы приехали в офис. Иди вперед. Проходи. Так у него кто-то есть или нет? Запутал. Слава Аллаху, я дожила до этого дня. Аминь, душа моя. Аминь. И упаси нас, Аллах, в будущем. Хотя такие ситуации больше сплочают людей. Мы с тобой стали ближе, и я вернулся в семью. Вернулся в семью. Это же здорово. Да? Да? Я вернулся домой. Да, мама? Это будет не так просто, Эко. Нужно много работать. Прямо на износ. Прямо на износ. Нужно работать очень много. Обещаю. Я буду так много работать, что имя свое забуду. Но сначала вопрос. Хлеб и вода есть? Много чего есть. Много чего? Отлично. Еще один вопрос. Я могу здесь пожить? Прошу, скажи, что могу. Хорошо, можешь. Могу. Как здорово. Сынок, прекрати. Экрем, поставь ее на место, а то она упадет. Ладно, отпускай, отпускай. Как же все хорошо обернулось. Здорово. Идем. Давай, давай. Идем, сынок. Эко, давай отойдем поговорим. Ладно, ладно, иду. Похоже. Она и пяти минут без меня прожить не может. Вот, отлично. Иду, иду, иду. Присядем? Давай. Присядем. Итак, я тебя слушаю, Элиф. Внимательно слушаю. Эко, для начала я вот что скажу. Я очень рада, что кафе снова открылось. Я тоже, я тоже очень рад. Но не забывай, что ты нам очень помогла. Мы смогли со всем разобраться. Но надеюсь, Аллах нас в будущем убережет от подобного. Очень надеюсь. Но никому не говори, что моя мама в этом была замешана. Сам знаешь, что будет. Да ты что, зачем мне говорить? Зачем навлекать на всех землетрясения? Я ничего не скажу. Это будет нашим маленьким секретом. Да и секреты так сплочают людей. Связь между ними становится еще сильнее. Думаю, наша связь тоже стала сильнее. Не находишь, Элиф? Эко, ты меня так смешишь. Я очень тебя люблю. Ты меня любишь? Я, я тоже тебя люблю. Но как друга. Надеюсь, ты не спутал мою дружелюбность с чем-то другим? Нет. Конечно, нет. Ни в коем случае. Конечно же, не спутал. Все хорошо. Даже не волнуйся, Элиф. Я так и понял, что ты со мной просто дружелюбна. Не волнуйся. Я все понимаю. Я так рада. Мне правда хочется быть с тобой друзьями. Но только друзьями. Мы с тобой совсем не похожи. Будто из разных миров. Да, ты права. Мы и правда из разных миров. И жизни у нас тоже разные. Так что я ничего не спутал и правильно тебя понял. Я все прекрасно понимаю. Как я и сказал, даже не переживай. Хорошо? Ты в порядке? Ты прослезился. Да, конечно, я в порядке. Просто ты сказала так много всего приятного. И я очень польщен. Вот, наверное, поэтому и прослезился. Как я и сказал, все хорошо. Все нормально. Прости, если я тебя расстроила. Но поверь, так правильно. Хорошо. Увидимся. Увидимся. Как друзья. Эко? Что с тобой такое? Что у тебя с лицом? Да на солнце, наверное, перегрелся. Посмотри на меня. Это из-за Элиф? Нет. Как Элиф может меня расстроить? Она тут ни при чем. Иди сюда. Давай. Поговорим как отец и сын. Нет, пап, я пойду помогу маме. В общем, он оказался мошенником. И хотел нас обворовать. Но все уже в порядке. Этим занимаются наши адвокаты. Верно, Чегла? Да. Что ж, продолжим. Сэс, Рой сейчас попрощается. Я не хочу видеть здесь дилетантство. Мы с вами сильные, и наша компания постоянно растет. Но все это нам доказало, что мы можем быстро всего лишиться. Прошу. Действуйте всегда с чувством ответственности. На этом все. Всего вам хорошего. Теперь очередь моей мамы. Эсра. От тебя я хочу только одного. Прошу, не придавай мое доверие и поддержку. Хочу, чтобы у нас все было хорошо. Чегла Ханым, не волнуйтесь. Я буду действовать более осознанно и обращать на все внимание. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Обошлось. Кто там? Братик. Элиф. Сынок, пришел, чтобы снять запрет. Жалился над мамой. Да, пришел. Иншалла. Здравствуй, тетя. Здравствуй. Мама, у меня к тебе вопрос. Слушаю. Ты не любишь богатство? Что? Кто? Я? Сынок, ты что, не знаешь свою маму? Мама, слушай, я сейчас очень зол. Поговорим о том, что ты сделала и почему позже. Но ты зашла слишком далеко. Так что отдавай свои кредитки. Кредитки? Ни за что, никогда. Даже не проси меня об этом. Я могу хоть почку свою отдать, но кредитки ни за что. Ладно, если не хочешь их отдавать, я закрою в банке твои счета. Нет. Не делай этого, сынок. Не поступай так. Зачем тебе так поступать? Когда ты стал таким жестоким? Жестокая тут ты. Ты портишь другим людям жизнь, а значит, деньги тебе вредят. Ничего не вредят. Что я буду делать без кредиток? Что буду есть и пить? Дочка, скажи ему что-нибудь. Скажи, что твоя мама права. Ты же обычно говоришь, когда не просят. Прости, мама, но ты сама напросилась. Отдавай кредитки. Давай. Давай. Отдавай. Ну, это же мои детки. Да? Вот. Давай, отдавай. Это все. Остался еще один малыш. Я все уже отдала. Остался еще один малыш, давай. Тебе повезло, что я никому не рассказал про кафе. Мама, дорогая. Я так рада, что кафе снова открылось. Прямо гора с плеч. Я думала, этого уже не произойдет. Не говори так, Эсра. Аллаху паси. Я так рада. Слава Аллаху. Тебе помочь? Не нужно. Садись. Хорошо. Брат, ты представляешь? Похоже, у Азана кто-то есть. Сегодня я об этом узнала. Я его спросила, есть ли у него кто-то. И он сказал да, а потом нет. Он меня запутал. Я не поняла, есть ли кто-то. Аппетит даже потеряла. Как думаешь, у него кто-то есть или нет? Эко, братик, это же твои любимые темы. Скажи что-нибудь, посоветуй сестренке, не молчи. Земля вызывает Эко, земля вызывает Эко. Меня слышно? Бип, бип. Тебя слышно, к сожалению, слышно. Ты мне все уши прожужжала. Я тут весь в переживаниях. Мне самому непросто. Помолчи хоть минуту. Братик. Что с тобой? Что тебя беспокоит? Что-то случилось? Постой. Ты так же себя вел, когда узнал, что твоя учительница в начальных классах была замужем. Ну, конечно. С Щукренханым, точно. Уже тогда стало ясно, что я буду тем, кто всегда страдает из-за любви. Я поняла. Элиф. Да. Что случилось? А ты как думаешь? Она сказала то, что разбило мне сердце. Что видит во мне только друга. Что мы с ней разные. Что надеется, что недопонимание не возникло. Ну и тому подобное. А ты чего ожидал? Вы и правда разные? Да. Да, разные. Ну и что с того? Быть разными, наоборот, очень даже хорошо. Что в этом такого? Мы бы с ней поженились. Переехали бы к нам. Хорошо бы питались. И состарились бы вместе. Он даже в своих мечтах не собирается работать. Думает, что приведет девушку в наш дом, и я буду о ней заботиться. Мы сейчас с ней даже один секрет храним. Все было так хорошо. Я не понимаю, что вдруг случилось. Серьезно. Я не понимаю. Секрет? Какой секрет? Какой секрет? Какой? Да, пустяковый. Пустяковый? Мама, смотри, Эко прям сломался. Он явно что-то скрывает. Эко, какой у вас с Элиф может быть секрет? Ну да, мам, какой у меня может быть с Элиф секрет? Никакого секрета нет. Ни к чему тебе переживать из-за такой ерунды. Что сделала Зюмрют? То и сделала. Не думай об этом. Зюмрют? 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 Зюмрют! Закрой дверь. Эко, и двух минут не продержался. Минэкше идет. Сынок, не открывай дверь. Не открывай. Она на кусочки меня разорвет. Нам нужно спрятаться. Что? Ты о чем вообще? Если тебе страшно, зачем ты так поступила? Отойди. Зюмрют! Дорогой, подожди. Да, подожди ты секундочку. Сынок, я порву твою мать на кусочки и уйду. Беги, беги. Мама, успокойся. Мама, хватит тебе. Мама. Мама, не надо. Мама, не надо. Она меня убьет. Отойди. Мама, не надо, не надо. Иди сюда. Иди сюда. Отстань от меня. Беги, беги, беги. Беги. Думаешь, ты сможешь от меня убежать? Иди сюда. Отстань от меня. Отстань. Мама. 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 Тихо, ты успокойся. А ну, иди сюда. Иди сюда. Не надо. Прекратите. Стойте. Хватит так себя вести. Мы можем все исправить. У меня есть идея. Давайте сядем и поговорим. Во-первых, приношу извинения за ошибку, которую совершила моя мама. Мне очень жаль. Но моего извинения недостаточно. Поэтому перед вами извинится и моя мама. Да, мама? Дай бог. Давай, сестра. Кто я? Ты. Простите. Что? Элиф, ты что-нибудь слышала? Я совершила ошибку. Мне жаль. Но я обычный человек. Мы все иногда ошибаемся. С кем не бывает. Тебе не жаль? Ты пришла, лишила меня заработка. Обманула, а теперь извиняешься. Я не принимаю твои извинения. Не принимаю. Нет, мам, прошу, не надо. Но земрю тханым. Моя мама права. Одних извинений тут будет мало. Верно? Точно, я с тобой согласна. Кроме извинений будет еще кое-что. Не волнуйтесь. Пока моя мама не загладит свою вину, она будет работать на тетю Менекше бесплатно. Отлично. Мне нравится. Сынок. Ты же говорил, у тебя есть идея. А сам нас тут собрал, чтобы пошутить. Да? Очень смешно. Мама. Мама. Я не шучу. Не шутишь? Нет. Что? Ты будешь здесь бесплатно работать, пока они тебя не простят. Нет. Ни за что. Не буду я этого делать. С какой стати? Я что, слуга? Да еще и платить не будут. Не хочу я ничего такого делать. Я не согласна. Сам знаешь, как говорят, одного полета птицы стаями водятся. Мы совсем разные, ничего не получится. Ладно, я согласна. Но она будет меня слушаться. Конечно. Она будет вас слушаться. Так ведь, мама? Она будет делать все, что я бы не попросила. Как пожелаете. Аллах. Да что ты вообще тут делаешь? Просто жаришь рис с жиром. Делаешь все там, а потом приносишь сюда. И ты называешь это работой? Да я с легкостью тут совсем справлюсь. За кого ты меня принимаешь? Хорошо. Приходи завтра в семь утра. В семь? В семь. В семь? В семь. Прошу, Чанарбей. Аллах, Аллах. Холодный кофе. Чем же я его заслужил? Мне стало тебя жаль, когда Азан всех вас отругал. Считай это сестринским милосердием. Очень вкусное милосердие. Спасибо. Да, он жестко нас отругал, но он прав. Если бы не он, мы бы не справились. Ну, конечно, он прав, Чанар. Если бы не он, нашу компанию бы засудили. И не говори. И кто знает, когда бы открыли кафе. Я так боялся, что случится что-то плохое. Видела бы ты, какие они замечательные люди. Кто? Стой, стой. Ты познакомился с семьей Эсры? Да, а что, нельзя? Чанар, ты же как-то расстался с девушкой, когда она захотела познакомить тебя со своей семьей. Ну и что? Подожди-ка, картина начинает вырисовываться. Ты стоишь за Эсру Гарой. Даже на меня из-за нее накричал. Хотя сам даже перед отцом нормально не можешь за себя постоять. А еще я заметила, что с тех пор, как ты вернулся из Лондона, количество твоих девушек уменьшилось. Ну и что? То, что я все поняла. Чанар, ты влюбился. Слышишь, звоночки любви? А ну, рассказывай. Ты о чем? Что рассказывать? Ничего подобного. Я пока ничего не знаю. А вообще, мне нужно встретиться с Азаном. Я пойду в душ. Ну, подумай о том, что я сказала. Ладно, подумаю. Азан, стой. Ты куда собрался, а? Вот так просто и уйдешь, ничего не сказав? Я тебя не понимаю. Ребята, я не хочу видеть дилетантство в своей компании. Твоя мама нас подставила, лишила заработка. Ты все прекрасно знал, но решил отчитать меня и даже ничего не сказал. И в итоге я извинялась перед тобой. Почему? Почему ты мне ничего не сказал? А сейчас еще говоришь, что все нормально. Это не отменяет того, что ты совершила ошибку, Исра. Это не отменяет того, что ты скрыл правду, Азан. Я так и подумала, что что-то не так, когда мы вышли из больницы, и ты меня не отчитал. И оказывается, все это было для того, чтобы интриги твоей мамы не раскрылись. Да? Вот такая у меня мама. Что я могу поделать? Что значит вот такая у меня мама, что я могу поделать? Ты так же себя вел, когда мы были женаты. Что? Да. Твоя мама пришла и изменила весь порядок в кухне. Я чуть с ума не сошла. А ты ей даже слова не сказал. Напротив. Ты ее защищал. Значит, во всем виновата моя мама. Твоя мама, тетя Минекше, совсем ни при чем. Забыла, как она меня отчитала за то, что я снимал на ночь подаренные ею часы. Она заботливая. Что? Моя мама заботливая. Конечно, она хотела, чтобы ее зять носил часы, которые она ему подарила. Помнишь, как мы с твоей мамой пошли за обручальным кольцом? И что она сделала? Купила себе браслет и ушла. И что такого, Эсра? Решила меня и за это отчитать? Она одна меня растила, когда мой так называемый отец ушел. Она заслужила браслет. А на плечах моей мамы вся семья держится. Она как-то продала свой браслет, чтобы купить спальный гарнитур. Моя мама... Эсра, что мы делаем? Чего мы ругаемся? Все уже кончено и осталось в прошлом. Все давно позади. Моя мама заплатит за то, что сделала, и... Все будут счастливы. Чайник! Чайник! Твоя мама забрала чайник, потому что он лучше нагревал воду! Сыночек Азан! Десять. Девять. Азанбей, вы готовы проиграть? Пять. Я тебе покажу. Пять. Четыре. Ты не забьешь. Другое дело. Да что такое? Вы проиграли, Чайник Азанбей. Привыкайте, так будет всегда. Ты точно смухлевал. Как у тебя получилось так забить? Проигрыши не для вас, да, Азанбей? Вам нужно все и всегда выигрывать. Вкус поражения не для вас, да? При чем здесь это? Я борец. У меня не было бы всего этого или компании, если бы я сдавался. Ты прав. Кстати, о компании. У нас сегодня выдался довольно непростой день. Мне очень жаль, но поверь, Эсра тут ни при чем. Это я предложил компании заняться ее кафе. Это все моя вина. Знаю. А вы с ней сейчас близки, да? Ну да, мы хорошо ладим. Хорошо. Что значит хорошо? Вы близкие друзья? Насколько хорошо? Брат, чего вы ко мне все пристали? Чагла с одной стороны, ты с другой, не знаю. Ну да. Эсра замечательный человек. Мы отлично ладим. Она меня веселит. Когда она рядом, грустить невозможно. Но, с другой стороны, ей больно от прошлого брака. Понимаешь? Правда? Откуда ты знаешь? Она сказала. Она сказала? Да. Да, но даже если бы не сказала, это видно потому, как она себя ведет. Она возвела вокруг себя стены. Не хочет снова страдать. Поэтому мне и хочется защищать ее от всего и всех, понимаешь? Не хочу, чтобы кто-то делал ей больно и расстраивал. Это странное чувство я не испытывал никогда. Ты в свои года и сам должен понимать, что это за чувство. Правда? Ты так думаешь? Ну да. Полагаю, ты прав. Я никогда не испытывал ничего подобного. Мне очень нравится, Эсра. Не делай поспешных выводов, Чинар. Ты же бабник. Через пару дней можешь передумать. Не стоит тебе ничего предпринимать. Да и любовь все равно причиняет боль. Зачем себя так мучить? Как я и сказал, я сам ничего не понимаю. Но мои чувства точно не платонические. Я пойду и признаюсь во всем Исре. И тогда узнаю, какие у нее чувства ко мне. А там уже, там будет видно, что делать дальше. Не надо. Что? Не делай этого. Не надо. Ты же сын партнера нашей компании. Да и мы не одобряем подобного на рабочем месте. Я тебе уже говорил. Да, точно, ты говорил. Но не переживай, я не нарушу правила компании. Знаешь, что я сделаю? Признаюсь, Исре. И если она чувствует ко мне то же самое, я уволюсь. Я пойду. Хорошо посидели. Ладно. Кстати, спасибо тебе, брат. Благодаря нашему разговору я понял, что делать дальше. Не за что, не за что. Провожать не нужно. Мы домой. Хорошо. Всего хорошего. Пока. Эко? Как дела, Зейно? Я хорошо. А вот ты какой-то в воду опущенный. В какую воду? Да ну тебя. Просто мне грустно. Настроения нет. Вот и все. Эко, я не привыкла тебя таким видеть. Я тоже, тоже. Что случилось? Мое имя вписано во всемирную историю разбитых сердец золотыми буквами. Как глубоко. Да. Ты поговорил с Элиф? Она тебя отшила? Да. Видела бы ты, как она это сделала. Перечислила все клише, что мы с ней из разных миров, и что она видит во мне только лишь друга. Представляешь? Она так сказала? Да, так и сказала. Эко, может, ты сделаешь что-нибудь, чтобы это изменить, вместо того, чтобы сидеть тут в депрессии? Что? Ты о чем? Что сделать? Объясни. Сделать так, чтобы ваши миры больше походили друг на друга. Сократить ваши различия. Вот я о чем. И как мне это сделать? Я тебе скажу. Ты изменишься. Я изменюсь? Вырастешь. Вырасту? Будешь читать книги, смотреть фильмы и все такое. Ладно, я сделаю что угодно. У меня есть потенциал. Ты справишься. Отлично. Спасибо. Ей больно от прошлого брака. Я признаюсь сестре. Если она чувствует ко мне то же самое, я уволюсь. Где же кофе? Ах, мусарь. Ах, мусарь. Брат, что такое? Что-то случилось? Мусарь, а где кофе? Брат, кофе в шкафу под духовкой. Да что с тобой такое? Почему не спишь? Поздно же. Тебя что-то беспокоит? Все нормально, мусарь. Нормально. Нет, тебя что-то расстроило. Что-то не так с невесткой, да? Хватит ее так называть. Сколько мне раз повторять? Ладно, нашел я кофе. Как же я устала, как же устала. Ради Аллаха, Елчин, сними ты очки. Я будто инопланетянина вижу, когда на тебя смотрю. Менекше, будь терпелива. Я не могу их снять. У меня тест-драйв. Менекше, я могу продать эти очки в любую минуту. С самого утра переписываюсь с людьми. Им очень нравится идея. На этот раз у нас точно получится, я уверен. Ясно, Елчин. Ты не перестаешь мечтать. Давай, вставай. Пойдем спать. Я очень устала. Ладно, иду. Эко, мы спать. Аллах. Ты что делаешь? Менекше, что он делает? Эко, ты что, книгу читаешь? И правда читает. И что ты читаешь? Пособие по предательству? Я читаю принципы политического права Руссо, но вы не поймете. Прекрати, хватит нас обманывать. Что это, комикс? Давай, дай посмотреть. Нет, пап, комиксы я читал в школе. Сейчас я читаю серьезные книги. Ясно, сынок. Ты ложись спать. Нам завтра еще изюмрют мучиться. А то я твою книгу на кусочки порву. Мама, ты не помешаешь моему развитию. Доброй ночи. Ты смотри, чтобы твое развитие не вышло нам боком. Ну, он и умник. Я ему покажу развитие. Молчи. Сестра, сестра, тихо, а то уронишь. Звенят не часы, а телефон. Давай, просыпайся. Мама. Мама, вставай. Отстань от меня. Мама, почему ты тут спала? В комнате слишком жарко, так что я спустилась. Сестра, вставай, а то опоздаешь в свой первый день. Если ты не будешь работать, нам придется продать твои браслеты. Что? Нет. Свои браслеты я не продам. Я скорее умру. И сын отдаст мне кредитки. Вот увидите. Никому не стоит недооценивать силу изюмрют карфалы. Отстаньте. Пошли вон. Мама. Сестра, вставай. Давай. Босс. Ты поспал после того, как со мной поговорил? Нет. Сколько кофе ты выпил? Не знаю, а что. Что значит «а что»? Ты, может, перебрал кофеина. А это опасно. Я в порядке, Муса, ясно? Как скажешь, брат. Чинар, доброе утро. Чинар, доброе утро. Что такое? Ничего. Доброе утро. Замечательное утро, правда? Не знаю. Утро как утро. Совершенно обычное. Нет, утро и правда замечательное. Эсра, может, займемся чем-нибудь после работы? Чего это ты об этом думаешь, Чинар? Сейчас утро. Будет еще обед и вечер. Кстати говоря, тут я все сделала. У нас будет работа на выезде. Идем, идем. У нас двоих? Как здорово. Ты решишь, здорово это или нет, когда тебя настигнет солнце. Но не смей падать в обморок. Хорошо. Я же тебе говорила. Доброе утро, Азанбей. Доброе утро. Вы куда? Заниматься проектом переулки. Правда? Только вы или еще кто-то? Больше никого, только мы. Тогда всего вам хорошего. Спасибо и вам. Спасибо, Азанбей. Вот тут. Пынар? Да, Азанбей. Мне нужна ассистентка. Я могу помочь? Нет. Нет, у тебя и так много работы. Пришли мне стажерку. Как ее там зовут? Эсра. Эсра. Пришли ее. Хорошо, я ей скажу. Из нас отличная команда. Да, я тоже так думаю. Да. А что, мы с Чинаром хотели заняться проектом переулки. Давай, идем. Хорошо. Мне нужно вернуться. Ладно, вернемся. Нет, нет. Ты езжай. Вернуться нужно только мне. Ты о чем? Зачем мне ехать одному? Мы же оба должны этим заняться. Да, но ничего не поделать. Намечается какая-то встреча. Меня позвали. Что ж, тогда ладно. Ты возвращайся, а я, пожалуй, поеду. Всего хорошего. Всего хорошего. Тетя Зюмрют. Вот что называют интеллектом. И это значит, что мой интеллект унаследует мои дети. Кстати, зря ты сопротивлялась и не надела очки. Устала уже, наверное, от всех этих слез. Нет, я плачу не из-за Лука, а из-за своих кредиток. Ну, логично. А вот и безумное. Меньше разговоров, больше дела. Зюмрют, что это такое? Куски размером с мою голову. Они хотя бы не пустые. Хватит уже тявкать. Лучше помельче режь. Режь его так, чтобы Лук забыл, что он лук. Режь давай. Режь. Давай. Мама, я не одобряю такое поведение. Ты получил власть и вмиг стала тираном. Не будь жестокой. Знаешь, что говорил Руссо об этом? Я тебе скажу. Что детей предателей нужно заковывать в кандалы и пороть кнутом? Ну, как тебе не стыдно, мама? Если бы он тебя услышал, перевернулся бы в гробу. Он говорил, человек рождается свободным, а умирает в оковах. Я тебя этими оковами придушу. Зюмрют, хватит прохлаждаться. Что ты работаешь в браслетах? Они такие громкие, у меня от них голова болит. Сними-ка их. Сними. Прекрати, Минакше. Даже трогать не смей мои браслеты. Я жить без них не могу. Тебе придется с ними смириться. Иначе я просто уйду. Иди, иди. Я скажу Азану, что ты прогуляла работу в первый же день. И тогда тебе точно настанет конец. Даже не знаю, что Азан сделает с твоими кредитками. Порежет их или поломает. Алла, как же мне тяжело. Я даже со своими детьми так не колебалась. Быстро принимала решение. Было гораздо проще. Кредитки или браслеты. Кредитки или браслеты. Я смогу купить браслеты, если у меня будут кредитки. Я выбираю кредитки и остаюсь здесь. Вот так. Азан? Точнее, Азан Бей? Зачем вы меня позвали? Прислали тебя? Ну что ж, пусть так. У меня скоро встреча. Ты мне поможешь, Исра. Хорошо. Будешь записывать все важные моменты. Это наша презентация. Вот, посмотри и прочти. Хорошо. Надеюсь, ты не расстроилась, что не поехала? Нет, так даже лучше. Совсем не хочется ходить по улицам по такой жаре. Хорошо. Ладно. Кто это? Кто? Ты сказал, у тебя кто-то есть. Ты об этом? Нет, этот человек тебя никак не касается. Я ее знаю. Это та, которую узнала твоя мама. Джилиан Джейда. Кто она? Шейма. Шейма. Шейма? Нет, это не Шейма. Тогда я ее не знаю. Да. Кто это? Что? Ну, кто она? Никто. Может, ты ее знаешь, а может и нет. Это не так важно. Лучше читай презентацию. Не хочу, чтобы ты допустила на встрече ошибки. Я помешал вам с Чинаром, но вы серьезно поехали бы только вдвоем? Ну вот, я поняла. Все с тобой ясно, Азан? Ты что-то опять не так поняла? Я знаю, что я тут делаю, почему не поехала с Чинаром. Все встало на свои места. Ты выставляешь себя на посмешище, Азан. Ничего подобного, Эсра. Азан, ты всегда говоришь, ничего подобного, Эсра, когда попадаешься. Хватит, ничего подобного, Эсра. Ты опять так сказал. Ты думаешь, я назвал твое имя и попросил позвать сюда? Я попросил Пынар найти мне ассистентку, и мне прислали тебя. Что такого? Не зазнавайся. Хватит. Нет, вот как все было. Ты позвал Пынар и сказал... Что? Пынар, как там зовут девушку из отдела маркетинга? Эсра? Брось. Позови ее. Все так и было. Ничего подобного. Позвони Пынар. Кому? Пынар, спросим у нее. Вот сама и звони. А мне зачем звонить? Дай мне свой телефон. Ну уж нет, с чего мне... Дай телефон. Звони со своего. Дай. С какой стати? Дай телефон. Это упражнение на доверие представителей компании по организации свадеб. Правда? Мы тут обсуждали с ассистенткой одну проблему. Она не понимала, так что я ей объяснил. Добро пожаловать. Проходите. Проходите. Молчи, Муса. Азанвей, большое спасибо. Теперь я все поняла. Да, конечно. Не за что. Элиф идет. Элиф идет. Так, Эко, спокойно. Помни, о чем ты говорил, Зейно. Держи себя в руках. Ну как, она такая милая. Так, все, не подавай виду. Эко, как дела? Элиф, я тебя и не заметил. Занимался тут своими делами. Так как я не хочу никому подчиняться, работаю сам на себя, а по-другому даже не собираюсь, если честно. И мама не указ. Ясно. Я хотела узнать, как там мама. Она же не доставляет проблем. Нет, наши с тобой мамы пошли по магазинам, дорогая Элиф. Женщина Элиф. Человек Элиф. Индивидуум Элиф. Или как ты предпочитаешь? Знаешь, ты напоминаешь мне голубя мира. Как сказано в декларации прав человека, а там сказано, что... По-моему, ты поломался. Это тебя моя мама довела? Нет, это все Руссо. Я читаю его принципы политического права. Может, мы с тобой вместе его как-нибудь обсудим, обменяемся мнениями по этому поводу. Хорошо, давай. Но сейчас мне пора. Я доверяю тебе маму. Хорошо. Индивидуум Элиф. Шикарно! Сработало! Ну и ну! Отлично, отлично. Я всех потомков Руссо позову на нашу свадьбу. Ладно, Элиф. Иди, читай дальше. Мы не хотим себя ограничивать работой с компаниями в определенных сферах. Нас интересуют и компании по организации свадеб. Вы будете нашим акционером, и с этим связаны определенные риски. Зачем нам рисковать? Рисковать? Вы сами знаете, что у нас много пользователей. Наша компания набирает обороты каждый день. Я думал, вы будете рады тому, что мы вас выбрали. Что приходит вам на ум, когда вы думаете о лете? Помолвки, свадьбы, празднования. Но угадайте, что для этого нужно? Деньги. Эсра. К сожалению, даже в любви с милым не рай, если в шалаше. Эсра. Нужно свадебное платье, свадебный смокинг, торт, стулья, всякие украшения. Список просто бесконечный. Нужно слишком много. И все это стоит денег. Я уверена, что и вы, и мы в итоге останемся довольны заключенным соглашением. Доверьте ваш бизнес нам, и мы подготовим для вас хорошие пакеты и предложения. Все будет продумано до мелочей. И молодожены сами смогут решать, чего они хотят, а чего нет, чтобы устроить свадьбу своей мечты. Чтобы никто ни о чем не жалел. Даже слоган уже есть. Женитесь, как пожелаете. Мои браслеты. Мои дорогие. Я же все прослушала. Что мне делать? Браслетов нет, кредиток нет. К счастью, есть сарма. Ты ешь, Эко. Я съем немного. Я так проголодался, что ослеп, или книгу просто перевели на латынь. Что с ней? Ты неправильно держишь ее верх ногами. Приятного аппетита. Что творится? Вставайте! Вставайте! Что тут? Что за черт? Вы двое просто здесь расселись, а посуду вымыли? Не перечьте мне. Вы выбросили мусор? Не отвечаешь мне? Ну-ка говори. Ну же, какого черта вы сидите? А столы не вымыты. Даже салфеток нет. Что происходит? Мы хотели сделать перерыв. Мы устали. Какой перерыв? Перерыв для чего? Ты думаешь, это курорт? Сидишь, как ни в чем не бывало. Ешь здесь сарму. Даже хлеба не дам, предатели. Возьми, помой. Мама, ты слишком жестокая и беспощадна к нам. Угнетенные угнетают угнетенных. Как такое может быть? Тетя Зюмрют. Тетя Зюмрют. Эй, посмотри. Тетя Зюмрют, что тут сказано? Тетя Зюмрют, что написано? Написано где? Что здесь написано? Что там? Не слушайся, не слушайся. Мы что, должны подчиняться этой эксплуатации? Тетя Зюмрют, ты готова протестовать? Я готова. Против кого протестуем? Против моей мати. Против Минэкше? Да, да. Всегда готова. Нужно решить вопрос сейчас. Невозможно вам не завидовать. У вас отличная помощница. Конечно. Конечно. Сюда. Почему ты лезешь в мои дела? Ты как лед, Азан. Ты холоден. Настолько, что эти люди собирались уйти со встречи. Вовсе нет. Ты хоть представляешь, сколько встреч я провел? И? Что и? Я не буду вести себя так, словно они нам нужны, а не мы им. Азан, тогда не зови меня на свои встречи. Я не буду тебе помогать. Мне неинтересно. Я пришла, а ты меня ругаешь. Я уйду, чтобы не подключать людей и компаний, которые нам не нужны. Хорошо. Ладно. Всезнайка. Высокомерный дурак. Вот что он говорит вместо благодарности. Уму непостижимо. Аллах, Аллах. Они все такие странные. Брат, что случилось? Я видел невестку. Она была зла. Вы поссорились? Я ушел всего на три минуты. На три минуты. Она может меня вывести за три секунды. Но она умеет и поднимать настроение. Видел, как она наладила атмосферу на заседании. Но я у тебя другое хочу спросить. Брат, зачем ты позвал СРУ в качестве помощницы? У Пенар были дела. Мне нужен был кто-то на встрече. Так что... Я что, должен отчитываться? Нет, конечно, нет. Ты же всю ночь не спал. И явно перебрал с кофеином. Брат, знаешь, что тебе нужно? Иди домой, поспи, отдохни. Хорошо, Муса. Хорошо. Занимайся своим делом, давай. Ладно. Я буду у себя. Это плохо кончится. Снаружи жара. Это ад. Я зажарился. Бедняга. Удалось с кем-то наладить контакт? Мне-то. Наладить контакт, разумеется. Твое высокомерие погубит меня. Это называется талант. А ты чем занималась? Я помогала Азан Бею. Пришли организаторы свадеб, позвали на встречу. Мне пришлось. Другого помощника не было? Думаю, его секретарь была занята. Народ, все здесь? Здесь. Тогда вперед, мы идем ужинать. О, круто. Я иду. Неужели за ваш счет? Нет, за все платит компания. Годится. Давай, давай. Фираэ Ханым, я не смогу. Завтра нам ехать на работу за город. Я давно там не была, мне нужно пойти собрать чемодан. Ладно, как хочешь. Эсра, пойдем, поедим, потом соберешься. Ты не голодна? Еще как, я голодна, как волк. Я пойду домой, буду тусоваться у вентилятора. Ко мне придет мой брат. Нет, я не могу мыслить здраво. Лучше схожу и поем. Передай тогда нашим, что я иду. Позвоню маме и скажу ей. И приберусь на столе. Хорошо, я буду у выхода. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Как жизнь? Хорошо. Настроение отличное. Ты как? Что ты выбрал, нож или пистолет? Что? Решил меня убить? Что за взгляд? Нет, я просто ушел в себя. Ладно, тогда ладно. Брат, я не могу поехать вместе с остальными. Это высшее моего понимания. Может, поговоришь с Чиглой и убедишь ее сам? Хорошо, поговорю. Если ты так хочешь. Спасибо. Что с тобой? На свидание, что ли, собрался? Вроде того. Мы с командой идем ужинать. Эсра тоже туда идет. Это хорошо. Я бы и тебя пригласил, но зачем забивать голову гендиректору? Конечно, конечно. Повеселись. Спасибо. Увидимся. 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 Что это черта ты делаешь? Азан? Надо предупреждать, а не подкрадываться молча. Ты куда? Я иду ужинать с командой. Ты не можешь. Почему это? Тебе нужны объяснения шефа? Ты должна сделать отчеты о прекрасной встрече с клиентами. Они отправили данные о ценах, месте и оборудовании. Нужно все оформить. Хорошо, сделаю это дома. Нет. Нет. Нужно сейчас. Какое сейчас? Хочешь сказать, мне делать это прямо сейчас? Сейчас. Сейчас. Эсра, пять минут прошло уже. Я прочитаю сегодня вечером. Уже завтра мероприятие. Нужно срочно. Приступай. Хорошо, Азанбей, я сделаю. Но я знаю, чего ты добиваешься. И чего же? Ты пытаешься меня утомить и завалить работой так, чтобы я решила уволиться. Но я Эсра. Тебе не убежать. Ты избавишься от меня только во сне. До тех пор, пока не придешь в офис. Я просто не понимаю, чего мы ждем. Она что, хедлайнер вечера? Она там красится и подбирает платье или что? Нет, она придет. Уже скоро. Вот она звонит. Хорошо, отвечай. В чем дело? Алло, где ты, Эсра? Чинар, я там, где ты меня оставил. В офисе. Идите на ужин, я не смогу прийти. Что случилось? Соскучилась по своему фанату? Нет. Мне нужно сделать отчет о сегодняшней встрече. Ладно, но это ненормально. Ты сказала, что голодна, как волк. Но что я могу сделать? У меня были крекеры, я их съем. Нет. Слушай, так не пойдет. Я приду, помогу тебе. Не надо. Не делай этого, Чинар. Не беспокойся. Ты же знаешь, я одна была на собрании. Меня запутает, если нас будет двое. Я справлюсь. Ладно, тогда как хочешь. Не переусердствуй. Ну? Она не сможет. Я же говорила тебе. Давай, пойдем. Из-за нее мы столько прождали. Ха, вот эти раны. Я просто не поняла. На этом рабочем месте забастовка. Что за чертовщина? Что вы творите? Мама, мы положим конец этой жестокости и требуем соблюдения своих прав. Да. Это моя скатерть? Да, мама. Я собирался написать это на простыне, но взял скатерть на случай, если простыня не отстирается потом. Да. Я убью тебя. Клянусь, я убью тебя. Не дай Аллах тебе умереть. Но, мама, ты же сама себе противоречишь в этой фразе. Заткнись, замолчи. Сначала ваша работа с 10 суток даже не прошла. Какие права? Примите во внимание посуду, что вы разбили. И еду, которую ели. Она съела, это она. Вам придется заплатить за нее. Бюрек был невкусным, слишком соленый. Фактически, я ни кусочка не смогла попробовать. Мне еще раз попытаться? Нет, нет, мы не хотим бюрек, тетя Зимрют. Мы хотим того, чего заслуживаем. Заслуживайте. Я хорошо знаю, чего ты заслуживаешь, Эко. Но ты взрослый человек, я не буду при людях. Ты, тебе должно быть стыдно. Ты взрослый мужчина. Но мой возраст. Так держать Зимрют. Увидишь свою кредитку в мечтах. Я позвоню Азану. Сопротивляйся, Борис. Я позвоню ему. Не могу, она скажет Азану. Минекше, подожди. Постой, ты же меня знаешь? Я всегда на стороне сильных. Стой на своем. Я не могу, она угрожает мне Азаном. Ты не можешь предать наше дело так быстро. Знаешь, что сказал Руссо по этому поводу? Иди, помой посуду. Нет, такого он не говорил. А я тебе говорю. Заходи, помой посуду. Что за... Быстро. Значит, когда революция идет не снизу, народ ее не принимает. Я поработаю над этим моментом. Работай, работай. Только работа может спасти Эко. Давай. Ваза разбита. Итак, вы готовы к завтрашнему? Да, готова. Я собрала огромный чемодан. Я подготовил отличный футляр для всех своих электронных устройств. Представляете, в этот раз я не рискну. У меня была отличная возможность сходить на детокс. Помните, как было в прошлом году? Там было здорово. Да, в том году было хорошо, но в этом будет лучше, я чувствую. Ребята, разве мы не на один день? Вы так говорите, как будто мы с вами едем в отпуск. Верно. Ну же, Чинар, для нас это как отпуск. Ты оценишь. Это так вкусно. Можно мне еще добавки? А Дэм, одной порции хватит. Не будем сокращать бюджет компании, правда? Я съем долю эсры. Она не пришла, упустила шанс вкусно поесть. Она сказала, что голодна. Доставка. Брат, ты опять пьешь кофе? Ты был на собрании весь день. Я принес тебе поесть. Хорошая мысль, Муса, спасибо. Я еще принесу тебе сока. Тебе не понравилось? Принести что-то другое? Нет, дело не в этом. А в чем тогда? В эссри. Я заставил ее работать, а она голодная. То есть тебе скучно ужинать без нее, да? Ничего подобного. Ты не знаешь эсру, когда она голодная, превращается в чудовище. Я отнесу ей это. Подожди. Я взял один себе. Возьми, может, поедите вместе? Может быть. Да. Ваша посылка. Что ты здесь делаешь? Ты, кажется, не явилась в ресторан, поэтому я подумал принести тебе еду. Ты принес мне еды? Я так счастлива. Спасибо. Чинар, большое спасибо. Но почему ты пришел? Ты должен был веселиться. Мне не очень понравилась атмосфера. Час прошел, и Гайе начала трещать про встречу. Сеттинг и развитие. Мне стало скучно. Ты поел? Я могу поделиться своей едой. Прошу, поделись. Я возьму картошки. Обожаю ее. Ладно. Тут паста. Паста хороша. Чинар. Адем покушался на твою порцию. Неудивительно. Это очень вкусно. Запиши, Элиф. Счет за воду 105 лир. 350 лир за электричество. Вот еще один. Тут 305 лир. Мои детки скучали по мне. Может, нам нужно снять все с моего счета на аренду, а остальное потратить на счета? Нет, этого не хватит. Даже учитывая мои карманные деньги. Ну, тогда... Вот. Держи. Большое спасибо, мама. Мы отлично жили, а ты все разрушила. Я разрушила. Если кто и виноват, то не я. Эта ведьма Минэкше заставила меня пройти через мучения. Она меня истязает. Мне нужно получить кредитную карту от сына и спасти себя от этой жестокой женщины. Но я не знаю, как это сделать. Сестра, если Минэкше не выгнала тебя, хотя ты побила на работе кучу посуды, значит, ты полностью во власти этой женщины. Я согласна. Пока ты не вмешиваешься в ее рабочие дела, она не освободит тебя, мамочка. Уж поверь. Вмешаться в работу. Привет, душа моя. Я и впрямь меньше уставала, когда работала одна. Я так утомилась из-за этих двоих. Как человек может быть таким бесполезным и некомпетентным? Мама, я прекрасно слышу все, что ты говоришь. Я вообще-то не глухой. Давай, читай. Может, чему-то научишься. Видел бы, как он сегодня отлынивал от работы. Правда? Минэкше, моя магнулия, на этот раз мы действительно спасены. Нам прислали письмо. Это замечательные новости. Кто прислал, Елчин? Кто-то решил похитить Зюмрют? Они хотят денег. Давай найдем нужную сумму, встретимся с ними, возьмем кредит и отдадим им все. Пусть они никогда не возвращают Зюмрют. Напиши им, позвони. Милая, стой, стой. Успокойся, переведи дух. Не таким способом. Это насчет умных очков. Заинтересованные люди отправили письмо. Завтра они придут и увидят все лично. Конечно, Елчин, конечно. Они придут так или иначе, папа. Не расстраивайся. Ладно, не верьте. Не верьте мне. Я посмотрю на вас, когда они придут. Слава Аллаху, закончил предисловие. Эсра, знаешь, как мы поступим? Поймаем такси. Я выйду у себя, а ты у себя. Нет, Чинар, не нужно. Только время потеряем. Я поеду одна. Все равно завтра увидимся. Завтра, завтра мы можем не увидеться, а я туда не поеду. Что значит, ты туда не поедешь? Ну же, тебе стоит поехать? Без тебя будет скучно, а вместе мы повеселимся. Не оставляй меня с ними наедине. Пожалуйста, приезжай. Поеду, раз ты настаиваешь. Тогда ладно. Увидимся завтра. Да, обещаю. Увидимся. Доброй ночи. Будь осторожна. Ладно. Теперь придется ехать. Позвоню ему, чтобы не жаловался потом. Да? Здравствуйте, Азанбей. Я послала вам письмо. Я закончила работу. Еду домой. Конечно, если мне позволено. Ладно. Увидимся. Увидимся. Доброе утро, дорогая семья. Тут поджаренный хлеб. Кто ты такой? Что сделал с моим Беем? Где мой сын? Это я, папа. Чинар, что ты здесь делаешь? Ты же должен видеть седьмой сон. Мы дожили до этого дня. Что тебя заставило встать так рано? Папа, в компании устраивают ретрит. Вот я и встал. Нет, нет, нет. Тебе все это на пользу. Молодец. Папа, ты же знаешь, я люблю свою профессию. Да, Халил. Любишь работу? Ты любишь работу или Эсру? Эсра тебя позвала, да? Вот что. Ты должна пригласить Азана. Мы давно не отдыхали втроем. Давайте развлечемся все вместе. Азан точно не поедет. Послушай, пригласишь, пожалеешь один раз. А не пригласишь, будешь жалеть всю жизнь. Ты думаешь? Ты уверен? Чагла, позвони. Ладно. О чем вы двое тут шепчетесь? Папа, рабочие дела. Мы обсуждали кое-какие вещи по работе. А вот Чагле нужно сделать бизнес-звонок. Давай, близняшка. Делай звонок. Да, мне нужно сделать деловой звонок. Я должна или не должна? Позвони, будь добра. Если можно, я позвоню и вернусь. Позаботься об этом, хорошо? Да, конечно. Видишь, пап, я раскручиваю компанию. Ты молодец. Кстати, у нас есть идеи. Можем их воплотить, когда захочешь. Да, Чагла. Привет, Азан. Как ты? Хорошо. А ты как? Уже в пути? Я хорошо. Еще не выехала. Звоню спросить кое-что. Я знаю, ты не любишь эти выездные мероприятия, но... Приезжай, посмотри. Даже погода отличная. Чинар очень настаивал. Он хотел провести время вместе. Правда? Я думал, Чинар не едет. Сказал, что не собирается. Кое-кто почему-то поменял мнение. Любопытно. Любопытно. Ладно, хорошо. Ты тоже приезжай сегодня. Хотя бы ради меня. Посмотрим. Посмотрим, Чагла. Я не знаю, я подумаю. И скажу тебе. Увидимся. Я так хорошо спала. Наконец выспалась. Спала как младенец. Интересно, который час? Я опаздываю. О, нет, мне пора. Выбрать. Добавить карту. Какую же взять? Судя по обложке, тут сюжет захватывающий. Ладно. Черт! Что это за ценник? Мама, а что нам делать с такими ценами на книги? Эко, думаешь, у меня других проблем нет? Мне еще и об этом думать. Нет, нет, не беспокойся, забудь. Кто-нибудь видел мой телефон? Мой телефон! Добавить карту. Подожди. Отдай телефон. Одну минуту. Подожди минуту. Подтверждает карту. Подтвердил. Зачем ты тут копался? Зачем купил столько книг? Мила, это хорошее дело. Я всего лишь купил книги. И что? И что? Из-за тебя я опаздываю. Будильник проспала. Что ты тут делал с моим телефоном? Моим. 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 Я, я, я. Вечно так. Твоя жадность меня временами просто беспокоит. Что такое, брат? Возомнил себя философом, прочитав пару книг? Эсра, на самом деле нам ничто не принадлежит. Наше имущество – это возвращение того, что мы отдаем. Понятно? Понятно. Пойду надену твою джинсовую куртку. Подожди, подожди. Зачем куртку? Так нельзя. Я ее только купил. Только купил. А что такое? Поменял мнение за две минуты? В чем дело, брат философ? Говорят, общаясь с невеждой, уподобляешься ему. Так что больше не буду с тобой говорить. Мама! Мама, повлияй на моего брата! Я ничего не могу ему сказать, Эсра. Его жизнь теперь в руках Аллаха. Хорошо, тогда я пойду к своему автобусу. Я должна была ехать в служебном автобусе, с кондиционером, с комфортом. А теперь мне надо ехать с пересадками. Ладно, 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 замолчи. Хорошо, подвезу тебя на мотоцикле. Только замолчи. Куда ты собрался? Притормози. У тебя еще куча работы. Мама, мы хотим с сестрой заключить договор солидарности. А значит, сформируем командный дух. Останови нас ради Аллаха. Эта девушка, она... Ладно, ладно, Эко. Хорошо, иди, но поторопись обратно. У тебя куча работы. Ладно, мама, не переживай. Я очень быстро вернусь. Хорошо, я быстро оденусь. А ты уже одет. Давай быстрее, быстрее. А завтракать, что ли, не будешь? В последнее время я против завтраков. Интервальное голодание. Адем, не трогай кондиционер, все простудятся. Какой тяжелый. Пойдем, Семин. У нас самая большая комната. Привет. Добро пожаловать. Привет. Видишь, Эсра меня бросила с ними. Добро пожаловать в мир разбитой мечты. Но я не хотел сюда попасть. Идем, сделаем фотографию. Отойдите немного. Присоединяйтесь, Чегла Ханым. Привет, привет! Мы здесь! Я тоже приехала! И я. Ладно, ты тоже. Братишка, спасибо. Мой дорогой брат. Я опоздала из-за него, но он согласился меня подбросить. Да, я ее дорогой брат. Где я вас видел? Подумал, может, в нашей букмекерской конторе, но вы слишком умны для этого. Нет, однажды я приходил в ваше кафе. Может, вам мое лицо запомнилось? Да, тот блондин, что терся рядом с сестричкой. Брат, хватит, прекрати болтать. Но... Садись на байк и уезжай. Ты меня привез, пора ехать. Ладно, ладно, я поеду. По дороге в ста градусную жару. Если я врежусь в машину, получив удар... Хватит, не сглазь. Эсра, не отправляй меня туда, прошу. Там очень плохо. Зюмрит уволится. Мама на взводе, я умру там. Заткнись и послушай. Брат, нужно было подумать об этом прежде, чем ее предавать. А теперь поезжай. Давай. Надеюсь, кондиционер в твоей комнате сломается. Да, конечно. Будь осторожен. Внимательнее. Не слишком часто тусуйтесь с моей сестрой. Езжай. Аккуратней. Эй, в той коробке есть вода. Отдохни, когда сможешь. Ладно, ладно, пока. Это мой братишка. Чинар, как здорово, что ты приехал. Тут мило. Давай осмотримся. Добро пожаловать. Спасибо. Расслабься. Приятного аппетита. Как мило. Босс принимает заказы. Босс моет посуду. Давай я тоже ее помою тогда. Я... Все валится из рук, Минакше. Видишь, я такая неаккуратная. Зюмрют. Это тарелка моей матери. Единственное, что мне осталось от нее. От мамы? От мамы. От мамы. Единственная тарелка твоей мамы, Минакше. Моя дорогая сестренка. У меня сердце кровью обливается. Слушай, на твоем месте я бы не теряла ни минуты и уволила меня. Я бы пошла к сыну и сказала, что Минакше права. Я больше не могу стоять на ногах. И что ты меня уволила. Не стану. Уволь меня. Я тебя раскусила. Я не уволю тебя. Знаешь, что земрют? Вперед, разбей еще одну. Нет, разбей. Она упала. Разбей. Посуду не так бьют, а вот так. Позови коллектив народного танца и разбей здесь хоть все тарелки. Зюмрют, я даже тогда тебя не уволю. Поняла меня? Уволь. Уволь меня. Видишь, я плохо справляюсь. Я не стану. Значит, не уволишь? Придумаю что-то получше. Аллах, Илчин, что с тобой случилось? Что не так, милая? У меня сегодня важная бизнес-встреча. Те люди насчет очков, они придут сегодня. Ну да, придут. Наверняка обдурили тебя снова. Переоденься во что-то нормальное. Ты не сможешь в этом работать. Моя душа, вот увидишь, они придут. На этот раз уж точно. Придут. Что ж, я тоже к тебе приду. Аллах, дай мне хоть немного терпения. Да, браво! Один ноль. Что случилось? Эсра, Эсра! Хочешь, отдам твою игрушку? Эсра, молодец. Азан, я рада. Как дела? А у тебя? Хорошо. Приехал, чтобы понять, что тут у вас. У нас тут очень захватывающий матч. Мы решили поработать в конце дня. Да, отличная идея. Посмотри на Чинара. Встает очень рано и приходит работать. Не жалуется. Думаю, это влияние Эсры. Мне кажется, это ненадолго. Уверен, это на пару дней. Это же Чинар. Я в этом сомневаюсь. Думаю, все будет иначе. Идем, поздороваемся. О, босс пришел. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Привет, привет. Азанбей, присоединяйтесь к нам. Сюда, босс! Нет, нет, не буду прерывать игру. Не буду. Что такое, Азанбей, испугались? Наоборот, хочу, чтобы все было честно. Почему? Если Чегла Ханым пойдет к нам, а вы пойдете в другую команду, все будет вполне честно. Азан, ты понимаешь, что это вызов? Ты пойдешь в одну команду, а я в другую. Что скажешь? Азанбей, мы ждем. Идите к нам! Ну же! Отличная идея. Давайте. Ну ладно. Браво! МИЛЕНИУМ СОФТ Один, два, три, маркетологи! МИЛЕНИУМ СОФТ Эсра, все хорошо? Эсра! Эсра, ты как? Эсра, Эсра, воды. Эсра, Эсра, ты цела? Эсра, я только... Подождите секунду, одну секунду. Эсра, Эсра, слышишь? Эсра, Эсра. Я тебе врежу, отвали! Расчистить путь, живо! Ты туда, Эдем сюда, Эрен сюда. Чегла Ханым, можете подойти? Здравствуйте. Здравствуйте. Можно мне суп? Сейчас сделаем вам суп. Вот так. Держите. Спасибо большое. Приятного аппетита. Хлеба? Что это? Что стряслось? Это что, фасолевый десерт? Это фасолевое блюдо. В чем дело? Да, тут есть фасоль. Но тут же гора сахара. Что случилось? Есть невозможно, сплошной сахар. Что такое? Остро. Что за чертовщина? Что такое? В чем проблема? Это что, суп из ада? От перца у меня горло горит. Брат, все знают, я даже в чечевичный суп черный перец не кладу. А в фасоль кладу только один кубик сахара. Да? Сестра, думаете, я лгу? Попробуйте, если не верите на слово. Ладно, посмотрим. Я пришел сюда за супом. Что случилось? Вы правы, клиент всегда прав. Идите, и вы идите. Вы правы, вы правы. И я тоже. Вы даже не знаете, насколько вы правы. Другого быть не может. Уходите все. Зюмрют. Уволена? Вот-вот, забирай. Выходное пособие тоже не нужно. Пока. Куда ты собралась? Пойду домой. Куда? Сначала я вырву тебе волосы. Что ты делаешь? Что творишь? Отпусти. Стой. Что ты творишь? Не пытайся сбежать. Она убьет меня. Не беги, как крыса. Не глупи. Зачем ты испортила еду? Зачем? Зачем ты ее испортила? Зачем? Моя еда. Офицер, сделайте что-нибудь. Эй, 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 хватит. Что происходит? Вы обе взрослые и красивые женщины. Перестаньте и успокойтесь. Я от вас ухожу, так и знайте. А ну, подойди. Куда ты, Меникше? Я волосы тебе выдеру. Так, не надо. Отойди, Илчин. Илчин, пусти меня. Дорогая, прошу, не надо. Отойди. На помощь. Спасите меня от этой женщины. А как ты хотела. Устроила здесь катастрофу. И думала, обойдется? Добрый день. Здравствуйте. Мы ищем Илчинбея. Это он. Мы вам писали. Хотим увидеть ваши умные очки. Они настоящие. Они были настоящие. Очкам конец. Очкам конец. Они написали письмо. Отцу тоже конец. Компании по организации свадеб тоже хотят принять участие. Но им нужны разнообразные точки зрения и новые идеи. Вот почему нам нужно быть более открытыми. Думаю, нужно строить компанию вокруг идеи того волшебного момента, когда свадьба исполняет все мечты. Мы должны подчеркнуть, что не следует экономить. Таким образом, наше приложение выиграет конкурентную борьбу. Ведь брак бывает раз в жизни. Нет, я не согласен. Не нужно позиционировать брак как единственный в жизни. Потому что люди совершают ошибки, делают неверный выбор, разводятся, находят кого-то еще. Мне кажется, нам нужно что-то более... более инклюзивное. Что думаешь, Асра? У меня более реалистичный взгляд на вещи. Да, мечты, ожидания лучшего – это мило. Но бывают экономические проблемы, жизненные трудности. Брак – это то, что нужно планировать логически. Можно опираться на эти идеи и подготовить пакеты разной стоимости. Я с ней согласен. А я нет. Не согласен, что нужно смотреть на брак с точки зрения логики. Это не наша стратегия, верно? Наша целевая аудитория – влюбленные клиенты, которые смотрят на брак с восторгом. Логическая точка зрения, игнорирующая любовь, далека от романтики. Она холодна и суха. Да, да, я соглашусь с Азанбеем. Мы должны смотреть на вещи более романтично. Я не согласна. Почему реалистичность холодна и суха? Например, когда мы с мужем поженились... Эсра, ты была замужем? Была, но мы расстались. Когда мы с моим мужем поженились, у нас не было денег на дорогую свадьбу. Мы бы не смогли приехать сюда и провести медовый месяц. На этот бюджет мы пошли и купили мебель. Называйте это любовью, называйте романтикой, если хотите. Но такова реальность. Ничего в этом плохого нет и быть не может. Хотя кое с чем я согласен. Не думаю, что любовь связана с деньгами, Эсра Ханым. Влюбленные люди всегда могут найти выход. Верно? Конечно. Нам нужно строить стратегию, исходя из золотой середины. Мы должны предлагать как экономичные, так и романтические варианты. Он продолжает, продолжает меня упрекать. Как будто мало того, что я страдаю. Теперь он говорит, что у меня очень холодная и сухая точка зрения. Понимаете ли? Как будто я сказал не ехать в медовый месяц, чтобы купить вещи. Если бы ты объяснила, чего ты хочешь на самом деле, я бы отвез нас на отдых. Он говорит, что влюбленные всегда найдут выход. Если ты был в меня так влюблен, где была твоя любовь, когда я работала в две смены? Я сидел за компьютером с утра до ночи, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Но нет, она не может проявить терпение. Нет, я не могу просто сидеть здесь. Пойду и все ему выскажу. Что я не так сделала, а? Какое тебе до меня дело? А что я не так сделал, Исра? Ты решила унизить меня перед всеми. Наговорила про медовый месяц. Ты что, на этом зациклился? Чего ты от меня хочешь? Скажи. Я ничего не хочу, ясно? Ничего не хочу. И при этом так себя ведешь? Исра, иди туда, Исра, сходи навстречу, Исра, задержись, пиши отчет, в чем дело. Шутишь надо мной на собрании, мы играем в игру, а потом ты лупишь по мячу, и я вырубаюсь. Зачем? Ты же так веселилась на матче с Чинаром, да? Что? Как это связано с Чинаром? Он-то тут при чем? Это ты мне скажи, при чем тут Чинар? Слушай, Азан, я уже говорила, скажу еще раз. Чинар мой друг. Чинар мой друг. Все. Что за друг такой? Не оставляет тебя ни на секунду, приносит еду тебе на работу. Ладно, я поверю тебе на слово, а не своим глазам, Исра. Что вы двое делали на игре? Ухаживали друг за другом, флиртовали, смеялись мне в лицо. Тебе не по пути с этим парнем. Ты стал очень злым человеком. Думаешь, все люди похожи на тебя. Ты пожалеешь о том, что сказал. Еще пожалеешь. Субтитры сделал DimaTorzok Просто ужасно. Я никогда не прощу тебя, Азан. Никогда. Эсра, что ты здесь делаешь одна? Чинар, мне было нехорошо, вышло подышать воздухом. Ты пропустила веселье? Что-то случилось? Нет, ничего. Нет уж, грусть тебе не к лицу. Ну же, улыбнись. Такое выражение тебя не красит. Ну, спасибо. Обращайся. Чинар, знаешь, что мне в тебе нравится? Ты такой настоящий, как открытая книга. Ты тот, кто ты есть. Ты ничего не скрываешь. В твоих словах не нужно искать двойное дно. Ты не играешь. Ты очень искренний. Да, Эсра. Я... Эсра, я хотел поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok